Согласитесь, что российская халатность и недальновидность сродни глупости. Это понимал не только великий канцлер, об этом догадываются и чеченские боевики. Теперь это начинает с особенной остротой осознавать и те, кто непосредственно отвечает за безопасность людей. Поэтому неудивительно, что основной повесткой дня сегодня в мэрии стал вопрос о предотвращении чрезвычайных ситуаций. Понятие ныне для нас, к сожалению, весьма привычное. Анализ происшедших в 1995 году аварий, ход ликвидации их последствий показывает, что, к сожалению, их количество и масштабы не уменьшаются. Собравшиеся заслушали доклад начальника городского штаба по предотвращению чрезвычайных ситуаций, полковника Димитрова. Доклад представлял собой отчет по деятельности городского штаба. Кроме того, говорилось о ряде мер, которые будут предприниматься в 1996 году. В таких напряженных ситуациях, естественно, возникает вопрос о техническом оборудовании структур, на которые возложена нелегкая обязанность охраны людей и предотвращению экстремальных ситуаций. В этом смысле радиотелефонной подвижной связи, пейджеры – вещи необходимые, так как важность быстроты сообщений недооценивать здесь нельзя. Пейджер – переносное маленькое устройство, пришел на помощь телефону. Информация, которую вы получаете, выводится на небольшой дисплей. Память с возможностью запоминания до 60 сообщений. Переданная информация сохраняется в памяти пейджера. Действует он в радиусе 70 километров. Устройство, которое в других странах используется всеми так же интенсивно, как и телефон, пока для наших спецслужб редкость. Так что смогут ли работники этих самых служб бороться с чрезвычайными ситуациями во всей экипировке – еще большой вопрос. Продолжение следует...